Задание 4. Схема ответа. Итак, смотрим, что к чему. Пока общие моменты напомню. Итак, у нас 2,5 минуты на подготовку. Всего 3 минуты длится монолог. Мы должны уложиться 2 минуты. 12-15 предложений сказать. Важный момент. Мы идем четко по плану. То есть сверху вниз. Введение, описание, плюсы-минусы, ответ на вопрос, наше мнение и завершение. Вот, четко по схеме. Дальше. Если вдруг вы поняли, что на середине ответа, или вы там забыли какой-то пункт плана, перескочили, ничего страшного, просто скажите во время вашего ответа. Oh, and seem to have forgotten to tell you about. Кажется, забыл тебе сказать. About the differences, the advantages or disadvantages. Yes, or both types of blah, blah, blah. Не знаю. Modern inventions, что-то такое. И потом как бы доскажите этот пункт план. Эксперт это учтет. Не начинайте заново, вы не уложитесь. То есть здесь важный момент тайминг. Нужно учиться укладываться в тайминг. С самого начала рекомендую включать таймер и записывать свои ответы. Обязательно переслушивайте запись, перед тем, как сдавать ее на проверку. Это, кстати, тоже классная опция, когда выполняете домашние задания. В целом записывайте себя и переслушивайте. И самоанализ это тоже классная опция, которая научит вас не запускать ошибок. Но в целом никаких пометок сразу не делайте. Никаких пометок в письменном виде нельзя бы делать на экзамене. И в целом во время работы на годовом курсе тоже не рекомендую этого делать. Итак, введение. Я упоминала, с этого начинается наш ответ. Это заученные фразы, которые в себя должны включать обязательно приветствие, обязательно имя друга, любое, потому что оно не указано. То есть выбирайте, кто вам нравится, кто ваш друг, Петя, Маша, Катя, кто угодно. Важно сказать, что вы нашли вот эти фотографии для проекта, упомянуть обязательно тему проекта, назвать ее. И, в общем-то, сейчас сказать, что хочу тебе рассказать про них поподробнее, чтобы логично перейти к следующему пункту плана. Как вариант схемы могу предложить вам следующее. Это, собственно, у нас вариант демо-версии предыдущего года. Уже ожидаем новую демо-версию. Например, Подходящих для нашего проекта. Тут тему проекта обязательно называем ее. Вот и все. Дальше переходим к краткому описанию. Важный аспект, собственно, что мы должны описать. Здесь даются примеры картинок на тему образования. Онлайн-образование, онлайн-эдюкейшн, distance-learning и обычное, традиционное обучение. Помните, что суперподробно не надо в каждом пункте плана, вот прям в описании каждую деталь. Нет, нет, нет. Что мы сюда как бы загружаем, да, в этот пункт плана? Напомню, 2-3 предложения на каждый пункт плана. Кто на картинке, что делает, вот, что, не знаю, держит в руках, если у него это есть в руках, где это находится, локация, все. То есть, и важный момент, пожалуйста, не используйте выражение you can see, потому что это будет нарушение логики, поскольку вы отправляете голосовое сообщение по ситуации задания, и ваш как бы друг, он, ваш партнер по проекту, он не знает на самом деле, что там нарисовано, потому что вы ему в голосовом сообщении описываете ваши картинки. То есть это логика. Поэтому используйте конструкцию that there is, there are, или I can see, да, то есть вы видите, это норма. Да, как пример. In the first picture, there is a boy in his bedroom, he is sitting in front of the screen and taking notes, he is listening to his teacher. Это вариант вот для описания этой картинки. Далее. In the second photo, there is a traditional classroom with a group of students, they are raising hands, they are hands, and the teacher is standing in front of them. Да, вот. То есть здесь мы описываем пока общие моменты, важный момент. Первым планом это общие моменты. Вот буквально кто, что делает на картинке, да, вот что происходит, так сказать. Вот, касательно темы проекта. То есть там цвет рубашки не играет значение, конечно же, потому что два-три предложения, вот буквально то, что здесь вот сказано, кто, что делает там, что держит там, где находится. Вот, помните, что для описания действия мы используем present continuous, потому что картинка это застывший момент, все, что в моменте мы описываем с помощью continuous, present continuous. Если, да, что-то сделали, что-то совершилось на картинке, используйте present perfect. Если что-то планируется сделать, например, И ходит, и планирует что-то записать. Типичные ошибки, пожалуйста, избегайте их. Не говорите on the picture. Часто вот эта оговорка. Надо говорить in the picture. On the picture допустимый вариант, но это значит на поверхности картинки, не знаю, и вы поставили стакан кофе. Вот, а in the picture, то, что именно внутри, так сказать, нарисовано. Дальше. Не используйте, пожалуйста, время present simple для описания действий. The boy sits on a chair, например. Нет, он же в моменте, он здесь вот, он же там не на PMG же, да, на этом стуле. He's sitting. Yeah, he's sitting on a chair. Он, я. Дальше. Не рассказывайте, пожалуйста, все и сразу в первом пункте плана, детально, как я уже сказала, то есть только общие моменты, потому что важно оставить мысли для отличий, да, отличия важно обозначить, вот. А то будет повтор идей, и это тоже минус. Да. И, пожалуйста, описывайте, то есть описание картинки должно быть связано четко с темой проекта, просто так рандомно мы ничего не говорим. Итак, да, и еще важный момент. Вот здесь как бы вариант схемы уже такой точный, да, тут вот введение у нас. Дальше. Give a brief description. Я рекомендую начинать каждый пункт плана с вводной конструкции. Примерно та же ситуация, как с 38-м заданием, да, мы логично переходим от одного абзаца к другому, как в писанной, так и в устной части, вот. И поэтому должна быть некоторая связка логичная, поскольку это монолог, да. The irrelevant to a project, because in both pictures we can see, да, people, там, doing shopping, ну, в данном случае, да, здесь вот подобные картинки, people doing shopping, как вариант, да, и далее, и далее мы поехали. In the first picture we can see, in the second picture we can see, и здесь вот тоже вариант, да, вариант описания. Вот, таким образом, ну, тут, конечно, чуть-чуть больше получается, поэтому этот пункт плана наиболее объемный, и здесь, наверное, получится в среднем четыре предложения, да, в остальных пунктах поменьше, потому что здесь мы и описываем картинку, и вводное, да, предложение есть, описываем одну картинку, вторую, да, краткое описание, и обязательно обозначаем отличия. Отличия, да, мы допустимы, согласно методическим рекомендациям, и одно отличие сказать, да, либо можете одно, либо два, вот. Оба аспекта допустимы. Ну, а самым объективным отличием является это два, тут всегда на картинке два варианта одного и того же, вот, и, в принципе, мы можем этим воспользоваться. В данном случае два вида шопинга, или два вида, там, обучения онлайн, офлайн, соответственно, и можем добавить, там, не знаю, что там, например, ученики, там, и, там, к примеру, если это обучение, там, групповое обучение, да, а там индивидуальное обучение, когда дистанционно, да, один на один, соответственно, занимаются. Вот, как вариант, вы, в общем-то, свободно делать два отличия, можете сделать одно отличие, как угодно, то же, как вы укладываетесь во время. Но всегда объективные, адекватные отличия, это два варианта одного и того же, да, на первой картинке, но обязательно поясняем, да, as they illustrate, например, two different ways of shopping, online shopping from home, and the traditional way of shopping in the supermarket. В принципе, мы вот обозначаем и отличия в локации, и вид шопинга, собственно. Да, дальше, 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 дальше. Переходим к следующему пункту плана. Плюсы и минусы. Опять же, мы начинаем с водной конструкции. Вот то, как нам дана формулировка в плане, да, так мы и говорим. As for, и поехали. As for, yeah, this type of shopping, online shopping, ба-ба-ба-ба, да, you can choose the freshest product, analyze the ingredients, if you're shopping, yeah, going shopping in the supermarket, да. Если вы покупаете в супермаркете, это плюсы, да, как вариант. В принципе, достаточно одного какого-то плюса, да. Дальше. Shopping online, it's convenient, yeah, convenient delivery service doesn't take much time. Да, если про шопинг, если про онлайн, оффлайн обучение, ну, например, интерактивное обучение больше, да, больше взаимодействия, вот именно в обучении оффлайн, онлайн, экономит время и дешевле, да, как вариант. Вот, важный момент, это самый трудоемкий пункт, вот эти плюсы и минусы, и ты так сходу не сообразишь. Вот именно для этого нужно практиковаться. На годовом курсе мы пройдем абсолютно все темы, которые могут попасться на кодификаторе, извините, на экзамене, те темы, которые есть в кодификаторе, и у нас за время обучения уже сформируется список вот этих плюсов и минусов, которые вы уже будете вот спокойно на автомате придумывать, да, то есть они будут у вас в голове, плюс в конце обучения я всегда даю шпаргалки вот с этими готовыми плюсами, минусами вот этих идей, чтобы они вот были у вас перед глазами, вы могли их повторить перед экзаменом. Это самый трудоемкий, на самом деле, такой пункт, который вот так сходу не придумаешь. Дальше. Mention the disadvantages of the two types of, ну, в данном случае, shopping, либо two types of education, whatever. Чего мы начинаем? Какая схема? However, there are some disadvantages. Да, есть отличия. Вот опять же, обязательно, водная конструкция. As for. Yeah, this type of shopping. Или as for this type of education. Да, what is more? Там, не знаю, например, heavy bags. Или takes much time. Yeah, shopping in the supermarket. Yeah, as for the drawbacks. Еще один, одно слово, это drawback, минус. Of online shopping. Yeah, so may not be satisfied. You may not be satisfied with the quality of the products you bought. Ну, как вариант, да. Может, тебе привезли, доставка привезла, а ты такой, пу, там, тухлые яблоки. Вот, как вариант. Следующий пункт-план. На этом все. Мы не распаляемся четко. Плюсы, минусы. Да, плюсы одного, там, другого аспекта, минусы. Одного, второго аспекта. Все четкие, выверенные фразы, потому что вы видите, объемное высказывание, объемный монолог, но мы вот много не должны говорить, потому что здесь вот самая первая сложность, с которой вы столкнетесь, это вы будете выходить за лимиты времени. Вот сразу нужно засекать время. Четко говорить по схеме, не распаляться. Дальше. Следующий пункт-плана. Express your opinion on the subject of the project. Which way of shopping you prefer and why? Да. Ваше мнение по проекту, ну, какой вид шоппинга вы выбираете. Да, или, может быть, там, какой вид обучения выбираете. Whatever. Which type of education you prefer and why? As for me, I prefer. Да, вот, as for me. Сейчас посмотрим с вами. As for me. Что касается меня, мы именно личное мнение выдаем. I prefer, например, online shopping as it takes less time and effort. Ну, меньше усилий, да, и меньше времени это занимает. Обязательно говорим свое мнение, даем четкий ответ на вопрос. И, то есть, там, как бы, два вопроса в одном. Что тебе нравится и почему? Пояснение хотя бы, да, в одной фразе. Так, как это удобно. Это уже будет пояснение. Следите за грамматической формой вопроса, да. Would prefer, you would prefer, you preferred as a child, past simple. Да, или просто в present simple. You prefer. Также нужно давать ответ в той же самой грамматической форме. Это все. И далее завершение, да. So, what's your opinion? Shall we use these photos in our project? Any ideas, Maria? Это просто вариант. Он может быть свободный. Выбирайте, какой вам нравится. Не забывайте о завершении, пожалуйста. И избегайте фразы Thank you for your listening. And if you think, thanks for listening. Она неуместна. То есть, вы обращаетесь не к экспертам. Это как бы голосовое другу. Вот такой момент. Схему посмотрите, пожалуйста, ниже в уроке. И попробуйте записать голосовое. Попробуйте сформулировать ответ по этим картинкам. Все получится. Practice makes perfect.